Эрнст, это нельзя назвать. Может быть, знает Унылый Олег. Но это уголовное дело, если мы ему позвонили. Шаст, Антон. Нет, все, давай серьезных людей искать, все. О, начал играть, да? Давай. Всем привет, дорогие друзья. А, это не моя передача. Всем привет, меня зовут Антон Шастун, это шоу «Контакты», и сегодня у нас в гостях Азамат Мусагалиев. Привет. Я буду задавать тебе вопросы. Но мне неинтересно, знаешь ты на них правильный ответ или нет. Главное, чтобы ответы на эти вопросы знали люди из твоей телефонной книги, твоей контакты. На разговор с человеком у тебя будет 60 секунд. Но если тебе дали неправильный ответ, то я отнимаю у тебя 10 секунд, и мы по этому же вопросу звоним другому человеку. Не накопительная система. Не накопительная система, только отбирательная. Поехали. Итак, первый вопрос. В каком сериале снимались следующие актеры? Мурилу Бенисио, Джованно Антонелли, Вера Фишер. Сейчас, подожди. Ты сам знаешь ответный вопрос? Начинается с того, что... Мурилу Бенисио, Джованно Антонелли, Вера Фишер. Вера Фишер? Есть какой-то? Такая была белобрысая женщина, взрослая Вера Фишер. Я ее вспомнил. Ты в натуре помнишь, кто это такая? Вера Фишер. Она была такая... Бруно Медзенга. Где был Бруно Медзенга? Или Бруно Медзенга? А второй был как его Федерико Франческо Бердинаци? Как его? Так, Франческо это мою тетю зовут. Этот сериал какой? Как ты думаешь? Тропиканка или Секрет Тропиканка? Нет, 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 нет. Это... Вера Фишер. Так, ладно, знает ли ответ на этот вопрос? Асхат, прокуратура, Атырау. Асхат, прокуратура, Атырау, нет. Или Вася Баста? Вася Баста точно не знает. Точно не знает. А ВГГП? ВГГП это нельзя называть. Это другой вообще. Это проходная. Вика Май. Вика Май? Нет, она знает стихи. Эрнст. Эрнст? Это же на его канале был. Да, да, да. Но он вряд ли сейчас мне поднимет трубку и тем более скажет, Азамат, иди в жопу. Шкун. Шкун очень старый человек. Как раз. Нет? Не настолько старый нужен. Кто это? И сколько времени... Это человек из Астрахани. Человек из просто человека из Астрахани. Алексей Борисович ЦСКА. О, нет. Кто это? Не знаю, кто-то из ЦСКА. Алексей Борисович из ЦСКА. Харламов. Харламов, наверное, знает. Знает? О, Харламов знает. Стопудово, он смотрит сериалы. Да. Харламову давай позвоним. Харламов точно. А он не возьмет трубку. Не возьмет, почему? А если он не берет трубку, это не считается? Не считается, да. Давай попробуем позвонить. Позвоним? Давай. Мы звоним Гарику Харламову. У тебя 60 секунд. Кромкая связь держи. Да нет, он не возьмет. Понятно. Давай еще покопаемся. Давай покопаемся. Универ Арарат. А, он знает, наверное. Арарат Кищен. Он знает, да. Да, это же Арарат Кищен. Давай ему звоним. Универ Арарат. Универ Арарат. Почему ты уверен, что он знает? Ну почему? Он старый. Я просто смотрю на... Взлой здесь старый. Ну это старый вопрос. Это вопрос из старства. Из старства. Ну что, Арарат настолько старый человек. Старый человек. Ну что, звоним Арарату Кищену. И у них пенсия на ТНТ. Мы звоним Арарату Кищену. 60 секунд. Старый, он долго идет к телефону. Он берет вот так трубку. Очки. Все, Арарат не берет трубку. Да, Арарат не берет трубку. Потом они мне загребут, меня призванивать. Смотри, кстати, если тебе кто-то перезвонит, ты можешь поговорить в зачет. То есть за 60 секунд, да. Может быть, знает унылый Олег. Кто такой унылый Олег? Это был... Алло, да. Что вы хотели? У меня сегодня... Я не смотрел за мать. Мне никто не звонит. Я унылый Олег, это, короче, мы раньше гастролировали по России, и там был прокатчик. Очень унылый человек. В какой город хотите поехать на гастроли, я организую. Таня, уборка. О, это вообще человек из 1982 года. Точно не знает? Нет, это когда я жил давным-давно, один здесь на квартире в Москве, только когда переехал. И мне надо было, чтобы кто-то убирался в квартире. Ты нашел женщину, которую... Я нашел добрую женщину, которая... Да, Татьяна, она убиралась. А потом я однажды приехал, внезапно, и понял, что она надушилась моими ухами. Стоит в твоем пиджаке у зеркала. Стилиссима. А, это парикмахерская называлась в Камазяке. Какой стереотипный называется. Стилиссима. Скорая ЕМС. Это скорая помощь? Скорая помощь. Мне часто нужна скорая помощь. Ты уже настолько старый. Это уголовное дело, если мы им позвоним. Да? Почему им сейчас занимать время? Вдруг кому-то плохо будет. Согласен. Я скажу, мне плохо, я не знаю ответа. Я истекаю кровью, помогите. Где снималась? Семен Слепаков знает? Может знать. Может знать? Да. Мы звоним Семену Слепакову. Какой у Семена номер? 60 секунд. Ничего себе. Алло. Семен, привет. Это Азамат Масугалиев. Да, да, конечно, знаем. Слушай, я сейчас участвую в шоу «Контакты» у Шестуна. И тут вопрос один. Помоги, пожалуйста. Очень мало времени. Уже 45 секунд осталось. Смотри. Так. В каком сериале снимались следующие актеры? Мурило Бенисио, Джованно Антонелли, Вера Фишер. Не знаю. Пока. Пока. Ну что, Семен Слепаков ответил четко и по делу. Не знаю. Это, естественно, неправильный ответ. И у тебя остается 50 секунд. И мы ищем следующего человека, кому позвонить. А это только первый вопрос. Только первый вопрос. У меня всего навсегда осталось 50 секунд. Навсегда 50 секунд. Саша, завхоз. Нет, все, давай серьезно. Вот, начал играть, да? Давай. Сангаджи. Азамат. Сангаджи, блин, он может не знать. Слушай, я же могу сейчас сжечь все 50 секунд, и я даже не узнаю. Абсолютно вообще и проиграешь. Блин, ну это очень сложный вопрос. Может быть, Самира Затон? Нет. Она тоже не знает. Как представилась, ты так и записал, да? Привет, я Самира Затон. Это секрет трепеканки? Я не знаю. Тебе перезванивает Арарат. Ты можешь поговорить в зачет, но у тебя 50 секунд. Сейчас. Арарат, привет. Привет, Абсолютно. Слушай, я участвую в шоу «Контакты», и вот мне нужно ответить на вопрос. Ближайшему другу звоню. В каком сериале снимались следующие актеры? Мурилу Бенисио, Джованно Антонелли, Вера Фишер. Помнишь, Вера Фишер, такая взрослая женщина была, белобрусая? Вера Фишер, точно, точно. Кстати, классная криша была, хорошо играла. Очень мало времени. Знаешь, у нее сцена была классная, когда у нее муж умирает, типа больной, и она должна была проследиться, но вспомнить о своих детях. Опять же, типа, в отушеве, что нет... Блядь, Арарат, мало времени, пожалуйста, мало времени. Я помню, что ты все помнишь. В каком фильме? В каком фильме? Отпетые ангелы. Какие? Какие, он сказал? Отпетые. Итак, Арарат Кищан ответил, что эти актеры снимались в сериале «Отпетые ангелы». Нет такого фильма. И это, естественно, неправильный ответ. Арарат. Все, 40 секунд осталось. У тебя остается 40 секунд. И это все еще первый вопрос. Вызовите такси мне. Все, через 40 секунд машинка подъедет. Я еще буду стоять. Может быть, знает Оля Серебро. Это Ольга Серебряна. Нет, она не будет знать. Она не знает? Нет, нет, нет. Кто может знать? Все, я понял. Я понял, какой это сериал. Я вспомнил. Ну, какой? Клон Вера Фишер. В сериале. Миша Галустян может знать? Нет, он сейчас будет. Послушай, я за мат. Вот так будет говорить. Нет. Есть, конечно же, мысликов Александр Васильевич. Нет, он скажет, пошел в жопу. Только ради этого стоит позвонить. Ты же понимаешь? Ляпаров Алексей. Ляпаров Алексей. Ляпаров Алексей. Это? Кто это? Это выпускающий редактор передачи Канди Клаб. Редактор Канди Клаб. Потрясающий телепередач. Прям стопудово. Он точно знает. Ну, если ты так уверен. Он точно знает, да. То мы звоним Алексею Ляпарову. Почему? У них все такие номера классные. Ляпаров Алексей. Это Азамат. Привет, Азамат. Типа... Быстрее. Богатые тоже плачут. Не знаю. Прощай, прощай. Алексей Ляпаров ответил. Что это сериал богатые тоже плачут. И это неправильный ответ. Азамат, у тебя остается 30 секунд. Мы все еще на первом вопросе. Может быть, стоит позвонить, допустим, девочке. Девочки же смотрят сериал. Сериал. Да они вряд ли. Все девочки. Но они сколько им лет. Они вряд ли смотрят. Надо какой-то взрослый. Ну, бывший девочке. Лолита. Лолита. Не, она гастролировала, когда сериалы эти были. И не до этого было. Может быть, знает Леля Союз? Нет. Эл Ван? Нет. Денис Косяков? Слушай. У нас тут один уже позвонил. Тебе перезванивает Харламов. Можешь поговорить в зачет. 30 секунд. Харла, привет. Привет, Азамат. Как дела? Слушай, я прекрасно. Я сейчас участвую в шоу, где нужно ответить на вопросы. Я тебе звоню. Смотри. В каком сериале снимались следующие актеры? Мурило Бенисио, Джованно Антонелли и Вера Фишер. Это какой-то бразильский сериал какой-то. Помнишь? Я думаю, что это стразы любви. Не, не, серьезно говори. Серьезно. Пожалуйста. Мурило Бенисио, Джованно Антонелли, Вера Фишер. Я в душе не ебал. Прости. Прости. Гарри Харламов ответил на этот вопрос. И у тебя остается 20 секунд. Давай я найду. Бля, кому звонить? Я не знаю вообще, кому звонить. Надо звонить девочке. Давай позвоним директору моему. Давай, а как она записана у тебя? Настя. Настя. Настя Синькова. Настя Синькова. Она точно смотрела? Наверное. Хорошо, мы звоним Насте Синьковой. Ты уверен? Да. Настя Синькова, 20 секунд. Алло, смотри. В каком сериале снимались следующие актеры? Мурило Бенисио, Джованно Антонелли, Вера Фишер. Это какой-то старый бразильский сериал. Вера Фишер. Наверное, Клон. Клон. Итак, Настя Синькова ответила, что это сериал Клон. Клон. Это абсолютно правильный ответ. Это сериал Клон. Вот что значит директор. Да, вот что значит директор. Круто, круто. А можно ей опять звонить? Нет, уже нельзя. Так, ребята, сейчас важная информация. Многие из вас наверняка знают, что я давно дружу с компанией Баду. Баду это такое приложение для знакомств. Если вы не знаете, как оно выглядит, то выглядит оно вот так. Розово-фиолетово. Розово-фиолетово. Здесь можно общаться с людьми, заводить новые знакомства. Вот тут, пожалуйста, девочки. Мальчиков у меня здесь нет, значит. Можно находить людей поблизости. Прямо сразу написать и сразу вот он за дитя стоит. Вести стримы и ни разу не делал, не в курсе, что это. Короче, здесь много всего классного. Мы сделали вместе много крутых проектов и совсем недавно мы решили поспорить. Смысл очень простой. В описании к этому видео есть ссылка на скачивание приложения Баду. Пройдя по этой ссылке, вы обнаружите там счетчик, который показывает, сколько именно было скачиваний. Если по этой ссылке наберется 50 тысяч скачиваний за две недели, то я открою вам свой контакт. Я опубликую здесь в ютубе пост со своим номером телефона. Вы наверняка будете мне звонить, писать сообщения. Это будет головная боль. Но самое главное, что я уверен, что 50 тысяч скачиваний никогда не наберется. И с моим телефоном все будет хорошо. Я даже не буду вас отговаривать. Ссылка в описании. Скачиваем Баду. Счетчик крутится. А телефон не мутится, ребят. Многовато 50 тысяч. Ну что, переходим ко второму вопросу. И второй вопрос будет... У меня 20 секунд. 20 секунд. Скольких цветов драже в классической пачке ММДЭМС? Желтый, зеленый, оранжевый, ой, красный, черный и какой-то еще. И какой-то еще. Какой-то еще. Но синего нет там, по-моему. Пять. Тогда, может быть, знает Кайметов. Как ты думаешь? Просто ради прикола? Если надо... Да какого ради прикола? У тебя 20 секунд. Нет, я не хочу звонить. Лапа тебе сказал ради прикола. Я в душе. Может, у тебя есть какой-то контакт какого-то, не знаю, там, кондитер у тебя есть какой-нибудь? Может, они могут знать точно? Надо смотреть, кто это может быть. Дом, ресторан. Не, ну это просто ресторан, дом. В доме, да. Дом, охрана. Ну это охранник, сейчас очень странно. Алло, я из 125-й. Сколько конфеток? Вовер демс. Рустам Джебилов. О, он может знать. Это? Это автор с Comedy Club. Ваш, давай набери ваш. Ваш? Да. Сашка ваш. Сашка ваш. Александр ваш, ваш Сашка. Это автор Comedy Club. Да. Правильно? О, неожиданно. 10 секунд дополнительный. Это бонус. За что? Представляешь? За что? Это неожиданно. Потому что ты сказал, что это человек из Воронежа. Это неожиданный бонус. А, тогда белому давай звонить. Еще 10 секунд. Ты что делаешь-то вообще? Хорошо, давай так. Если ты зводишь человека из Воронежа, плюс 10 секунд. Ваш, давай ваш. Правило шестого. 30 секунд. Саша ваш, он из Воронежа. Да. Он автор Comedy Club. И ты думаешь, что он знает ответ про ММД. Думаю, да. Он молодой такой, голубожопый мальчик. Ну, я имею в виду такой. Ля-ля-ля, фараля, такой бегает и думает, часто ест конфетки. Мы звоним Саше вашу, поскольку это человек из Воронежа, плюс 10 секунд. 30 секунд. Саша ваша. Скольки цветов, что там? Абонент. Зарегистрирован. Пожалуйста, перезвоните позднее. У него вообще нет телефона. Скольких цветов дрожи в классической пачке ММД. А вот Артюхов тоже с Воронежа? Ой, да. Давай Артюхову позвоним. Валера Артюхов, 30 секунд. Да, есть там у него номер. Он есть, наверное, в WhatsApp. Дай-ка я наберу. Давай. Валера Артюхов, это автор Comedy Club из Воронежа. Да. Ты позвонишь? Все, звоним. Звоним. Да. Валерка, привет. Я у Шастуна в ВКонтактах. Слушай, ответ мне нужен на вопрос. Скольких цветов дрожи в классической пачке ММД? Скольких цветов дрожи в классической пачке ММД? Так, сейчас попробуем. Быстрее, времени нет. Быстрее. Желтый, синий, красный. В классической пачке есть 4 пусть будет. 4? Черный же еще есть. 5 может быть тогда. Давай. Ну что, Валера Артюхов. Сказал 5. Ответил, что в классической пачке ММД МС дрожи 5 цветов. И это неправильный ответ. Твою мать. Ты потерял 10 секунд. У тебя их осталось 10. Но если мы звоним человеку из Воронежа, у тебя 20 секунд. Продолжаем поиски. Шаст, Антон. Он же друг мой? Ну, в целом, да. Он вообще помощник? Помощник. И он из Воронежа. 2 секунды. Сейчас у меня 30 буквально. Сейчас, ну нет, Белого-то мы не суммируем. 20 секунд. У меня сейчас было 30. Было 30. Спустилось? Спустилось, стал 20. Я сейчас опять звоню из Воронежа человеку, значит, у меня опять 30. Опять бонус же. Ты умеешь наебать, конечно. Значит, мы опять шестуну звоним. Можно звонить шестуну. Давай. Ты пока звонишь, я пойду это попью. Блять. Блять. Алло. Шаст, привет. Ты не спишь? Здорово. Не, я не сплю. Слушай, смотри, я у одного человечка тут в гостях в шоу-контакты. Смотри, сколько, скольких цветов драже в классической пачке ММ Дэмс? Блять, я не помню. Ты серьезно? Ну, наверное, шести, шести, наверное, шести. Шести, да? Да, наверное, да, да, да. По-моему. Давай. Давай. Давай, давай. Попил. Ну что, что тебе сказал Шаст, Антон? Он сказал шести. Шести? Ну что ж, Антон Шастун ответил, что в классической пачке ММ Дэмс шесть цветов драже. Да. И это абсолютно правильный ответ. Их шесть. Ух, какой хороший человек. Ну что, продолжаем. У тебя 20 секунд, и мы переходим к третьему вопросу. Как называется коктейль из кофейного, сливочного и апельсинового ликера? Кофейный, сливочный и апельсиновый ликер. Ну это такой известный как-то. Да, 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 его знают очень, ну практически все. Кофейный, сливочный и апельсиновый, это типа Б-52, что ли? Ну, может быть, да. Я не знаю просто. Давай так, смотри, у тебя 20 секунд, возможно, у тебя здесь есть бармен. Есть бармен какой-то? Кореянщики, наверное, знают. Сильно не факт. Бармена нет у тебя? Нет, бармен. Откуда у меня знакомый бармен? Федук Ван Лав. А, он-то знает, наверное. Почему? Ну он такой весь тусовый парень, наверное, знает. Триоды Механик. Нет. Валерий Триколор. Нет. Триколор. Топольницкая. Топольницкая может знать. Юлия Топольницкая. Чесночелло! Ты имеешь в виду Ирина Чеснокова? Да. Ведущая передачи Барн Большой. Мне важнее, что она из Воронежа. Абсолютно верно. У тебя будет 30 секунд. Да. Мы звоним Ирине Чеснокова. Чесночелло. Там заговор написано. Звоним. Звоним. Чесночелло. Ирина Чесночелло. Как называется коктейль из кофейного, сливочного и апельсинового ликера? Ирина, привет. Как называется коктейль? Бери трубку. Ира, привет. Здорово. Слушай, я сейчас у Шестуна в шоу. Помоги, пожалуйста. Мне нужно ответить на вопрос быстро. Как называется коктейль из кофейного, сливочного и апельсинового ликера? Пивко? Не знаю. Ты что, блин? Как называется коктейль из кофейного, сливочного и апельсинового ликера? Ну, я не знаю. Ну, кофейный, сливочный и апельсиновый ликер. Ну, каши же. Ну, я ни понятия не имею. Прощай. Ирина Чеснокова. На хрен ты видишь шоу про бар, если ты ничего не знаешь, блин? Ну что, Ирина Чесночелло ничего не ответила. У тебя остается 20 секунд, но при условии звонка человеку из Воронежа у тебя будет снова 30. Мы продолжаем искать. Руслан Белый. Руслан Белый точно знает. Да, он Бухарь еще тот. Ну, можем попробовать. Или Юлия Ахмедова. У тебя есть номер Юлия Ахмедова? Она тоже из Воронежа. Да, давай Юлия Ахмедова. Если я ничего не теряю, Юлия Ахмедова звоним, Руслану Белому звоним. Кого еще ты из Воронежа знаешь? Позову звоним. Может быть, есть кто-то очень тусовый, вот кто любит, это же коктейли, вот кто обычно в компании, в твоей пьет коктейли? Да все, кроме меня. Ну вот, и кто-то вот... Ну вот, Чеснокова, куда еще ближе может быть человек, который... Ну согласен. Таня, Лексус. Нет. Танцы, Милки. Нет. Скруджи. Он Джиган будет знать. Ну, за 20 ли секунд? Он точно не изворотишь. Это прям, как фасадка. Хэппи-звукач. Очень счастливый звукач какой-то. Нет, это нет. Нет, нет, нет. Нет. О, Хотелашвили и Вовка. Я увидел там контакт. Он должен знать. Вовка Хотелашвили. Да, мы раньше были вместе. Он был тоже автором однажды в России. Он может знать. Гар. Есть там Гар? Гар, есть. Гар. Гавр. Галустян. Гавр. Давай Гавру. Гавр знает точно. Гавр знает точно? Да, Гавр точно знать будет сейчас. Но он не из Воронежа 20 секунд. Похрен, Гавр знает. Я уверен, что Гавр знает. Очень быстро. Итак, мы звоним Гавру. Гавр, привет. Это Азамат. Слушай, как называется коктейль из кофейного, сливочного и апельсинового ликера? Кофейного, сливочного? И апельсинового ликера. Бейлис, Бейлис, Бейлис. Бейлис, точно Бейлис. Кофейный, сливочный, апельсиновый ликер. И апельсиновый ликер. Б-52. Все, спасибо, давай. Ну что, Гавр, ровно за 20 секунд Фу, блин, Гавр, молодец, конечно. Ответил, что этот коктейль называется Б-52. Да. Это абсолютно правильный ответ. Гавр, руша. Это коктейль Б-52. И мы переходим к четвертому вопросу, который звучит так. Сколько страниц в паспорте гражданина Российской Федерации? 25. Ты знаешь это точно, правильно? Это 25. Как может быть страниц 25? 26. Вот теперь четче. Знает ли ответ на этот вопрос Виталий ФСБ? Конечно. Это же его работа. Будем ли мы звонить Виталию ФСБ? Ну вряд ли он сейчас ответит на это. А вот Витя АКО-47. Ему легко можно позвонить. Но он точно не знает. У него нет паспорта. Я могу позвонить брату. Он работает на паспортном контроле. Серьезно? Да. Он же точно знает. Ну наверняка должен знать. Давай, как он тебе записывает? Ринато. Ринато. Какой из двух? Вот этот. Если он сейчас не спит, конечно. Итак, 20 секунд, мы звоним Ринато. У нас с тобой один парень. Салам алейкум. Так, а тут черт, белки, ноль. Как ты тут не можешь. Алло. Салам алейкум. Салам алейкум салам. Сколько страниц в паспорте гражданина Российской Федерации? В внутреннем 20. Спасибо. Пока. Итак, Ринато ответил, что в российском паспорте 20 страниц. И это абсолютно правильный ответ. Ну что? Финальный вопрос. 20 секунд. На финальный вопрос. На финальный вопрос. Пятый вопрос звучит так. Сколько раз старуха отправляла старика к золотой рыбке в сказке Пушкина? Смотри, он пошел первый раз считается, когда он сам захотел пойти рыбачить? Нет. Не считаешь? Он же сам пошел рыбачить. Ну, во всех сказках очень такое мощное число три. Да. Видимо, три раза он ходил. А последний раз, когда все обусралось. Обусралось. Она что, опять его послала? По идее. Правильно? Да. И снова она осталась у разбитого корыта. Сказал ебала. Осталась старуха у разбитого ебала. Ладно. Знают ли ответ на этот вопрос в приемной? Приемной. Я не знаю, это приемная чего вообще. Пташен Чучел. Пташен Чучел. Да нет, он тупой, он не знает. Пташ, это Пташ. Павел Воля. Он учитель русского языка и литературы. Между прочим. Между прочим. Мэг. Диджей Мэг. А, это Диджей Мэг? Да. Вряд ли. Он тоже из Воронежа, кстати. Ну, он тоже из Воронежа. Москва. Просто телефон. Семьгородный из Москвы, да? Да, просто ты звонишь. А, может быть, Морозу позвонить. Вот, Мороз. Мороз. Мороз, кто это? Мороз, это Антон Морозенко. Это автор интернов. Ну, как, вот, все классное на ТНТ придумывание. Знает ли он? Из сериала. Я думаю, да. Попробуем. Попробуем. У тебя 20 секунд. Даже если ты ошибешься, у тебя еще будет. Я хотел найти. И мы звоним Антону Морозенко. Да. Мороз, здорово. Здорово. Сколько раз старуха отправляла старика к золотой рыбке в сказки Пушкина? Сейчас скажу. Четыре. Точно? Корыто, потом изба, землянка. Потом боярыня. А потом хочу быть владычественной морской. Четыре. Понял. Спасибо. Спасибо. Перезвоню. Итак, Антон Морозенко. Он, мне кажется, тоже придумывал это сказки. Ответил, что старуха посылала старика к золотой рыбке четыре раза. И это неправильный ответ. Твою мать. У тебя остается 10 секунд. Если мы звоним человеку из Воронежа, это будет 20 секунд. Мгимо. Чесночили больше не сделать. Маша плавание. Она из Воронежа тоже, по-моему. Тебе перезванивает Мороз. Ты можешь поговорить в зачет? 10 секунд. Ну, у меня 10 секунд, да, всего? Да, всего 10 секунд. В зачет. Мороз. 10 секунд. Там вроде еще царица была. Тогда получается 5. Спасибо. Четыре неправильно. Ну, это 5, короче. Давай. Итак, Антон Морозенко что-то вспомнил. И за 10 секунд сказал себе, что старуха посылала старика к золотой рыбке 5 раз. И это абсолютно правильный ответ. Она посылала его 5 раз. Азамат, я тебя поздравляю, это победа. Я выиграл? Да, ты выиграл. Ты получаешь вот такую вот замечательную штуку, которая тебе будет напоминать о том, что ты победил. Блин, смотрите, какая классная, красивая вещь. Запомнили? Брожи тоже. Ну что, друзья. Спасибо за шел, реально, Атошка. Да спасибо тебе, что пришел. Было классно. Азюшка. Спасибо, спасибо. Друзья, пишите в комментариях, как бы вы записали в свою телефонную книгу Азамата. Я найду самый залайкиный комментарий и так запишу Азамата в свою телефонную книгу. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. Все, пока. Пока, спасибо. Пока, пока, пока. Так, ребята, ну все как обычно. Вы в комментариях предлагали, как переименовать Леху Щербакова. Он был в прошлом выпуске, можете, кстати, посмотреть вот сюда, нажав. Как его переименовать в моей телефонной книге? Победил самый залайканный коммент вот этот. Как к этой подписи отнесется Леха, узнаем прямо сейчас. Звоним. Алло. Леха, здорово. Здорово, Игорь. Это Шаст. Ага. Так, Лех, ну ты и помнишь, что ты был у меня в контактах, и подписчики предлагали, как тебя переименовать в моей телефонной книге. Смотри, там победил самый залайканный коммент, и теперь... Ну ладно. Да, и теперь ты у меня записан как Леха ЛГБТ. Ага. Ну, а он будет проклят, тогда пусть. Просто прими это, прими. Теперь ты Леха ЛГБТ. Счастливо. Счастливо, давай. Давай, тогда. Леха ЛГБТ. Подпишитесь на канал Шастун и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, всем пока.